В ДК «Буревестник» в Молокове работает 40 кружков и секций, их посещает почти 800 детей. Раньше, чтобы записать ребенка на занятия, необходимо было лично приходить в учреждение с 1 января. Все изменилось. Пользуюсь многими мобильными приложениями, которые, кстати, облегчают нашу жизнь. Мы покупаем товары и записываем детей в школы. Родители, может, не выходя из дома, ознакомиться с нашим учреждением на мобильном приложении, на портале, записаться в коллектив. Чтобы все это было доступно, необходимо зарегистрироваться на ресурсе dk.mosreg.ru. После регистрации родители получат самую полную информацию и о самом ДК, и о преподавателях, и о кружках. Бывают некоторые моменты, когда возникают у родителей трудности, но в целом, если разобраться, система очень похожа на все те системы, в которых мы сейчас уже все зарегистрированы. Поэтому в основном проблем не бывает. Регистрация происходит только через компьютер. С помощью мобильного телефона зарегистрироваться, к сожалению, в данный момент не получится. И после регистрации присваивается электронный пропуск, с помощью которого он может посетить любой кружок, если он в него записался. Действительно, после регистрации записи в кружок или секцию необходимо скачать мобильное приложение, которое станет электронным пропуском на занятия. Конечно, система сначала вызвала массу вопросов, но потом, когда всех детей я быстренько зарегистрировала, поняла, что это удобно, что сразу видно, во-первых, это удобно и педагогам, и родителям видно, посещает ли ребенок занятие, нет ли. Электронный пропуск позволяет и родителям следить за посещаемостью, и преподавателям отчитываться о проведенных уроках и присутствующих на них в режиме онлайн. Давайте представим, что вот я решил записаться к вам в кружок. Что мне нужно будет сделать? Давайте вот просто продемонстрируем и мне, и нашим телезрителям. Давайте. Итак, для каждого нового пользователя на портале необходимо пройти процедуру регистрации. Необходимо нажать на кнопку «Создать аккаунт». В этом случае вам нужно будет использовать уже существующую электронную почту, к которой у вас есть доступ. Так как на нее придет письмо, которому нужно будет перейти по ссылке и подтвердить адрес своей электронной почты. Далее, после регистрации, вы можете с помощью своей электронной почты и пароля, который вы придумали сами, войти на портал. Для того, чтобы взрослому записаться в кружок, нужно просто по поисковику, если вы уже знаете название, или можно обратиться во вкладку «Дома культуры», и в этом случае вы увидите все дома культуры Московской области и выбрать для себя интересующий вас. Если при регистрации или записи возникают вопросы, на помощь всегда готовы прийти сотрудники Дома культуры. Они же попросили обратить внимание пап и мам на одну из типичных ошибок, которые совершаются при записи детей. Если вы собираетесь записывать своих детей, то вам необходимо в верхнем правом углу открыть вот такую вот табличку и выбрать вкладку «Моя семья». У нас сейчас уже здесь заведены трое детей, но если вам нужно добавить еще ребенка, то вы нажимаете на плюсик, и здесь вы вводите личные данные ребенка, не свои, ваши данные уже есть на сайте, фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол. Вот здесь главное, необходимо понимать, что использовать электронную почту, которую родитель уже использовал для создания собственного кабинета, нельзя для регистрации ребенка. В этом случае система будет ругаться и говорить о том, что электронная почта уже использована. Я всем рекомендую ставить галочку «нет имейл» для ребенка. Даже если он есть, так будет просто удобнее для родителей. Как правило, поначалу все новшества, в том числе и электронные, вызывают отторжение, но со временем люди оценивают их удобство. Максим Козлов, Константин Брылов, Екатерина Давлятова. Видное ТВ.